Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на танке EBR 105. ЛТ-шечка колесная, которая будет демонстрировать тут супер-скилл еще на непеределанной карте и нанесет какое-то невероятное количество урона. Ну и, конечно, будет еще и подсвечивать. И, конечно, друзья, вы можете до сих пор подключить сверхвыгодный набор Адептос Редита. За 100 рублей вы получаете сразу 4 премтанка. АМХ канона Досаулт, ХВК-30, Лёва и ВК-4503. Ну, помните, что выбрать можно только 2 из них. И также есть еще и Х5 опыта, кофе, также уникальные декады и уникальная командирша. Это все идет в наборе и по стандарту вы это получите. Ссылка на набор находится в описании или в комментариях. Сможете спокойно приобрести и сразу же использовать. Так что рекомендую. Ну и давайте идти дальше к новостям. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы поиграть на сайте Водхаб. И постараюсь сыграть по-крупному. Так, ставлю 5000 золота. И попробую высокий коэффициент срубить. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте, 8, 48. Нифига, это мой рекорд. Также покажу вам промокод, который даст вам дополнительный бонус. При пополнении 50 золота дает. Сможете бесплатно поиграть и даже, возможно, приумножить данное количество золота значительно. Ссылка на сайт в описании. Используйте мой промокод, чтобы получить еще дополнительный бонус при пополнении. Итак, друзья, вы можете по-прежнему выиграть золото. А для этого всего лишь посмотрите видео до конца. После чего напишите свое мнение в комментариях. И в конце комментария укажите свой игровой ник. Победить может абсолютно любой подписчик. Независимо от мнения, даже негативные порой комментарии выигрывают. Но только мат фильтруется. То есть, если там откровенные какие-то оскорбления и мат, такое, конечно, фильтруется. Но так все остальное позволяет вам выиграть золото. И также, друзья, с 12 августа до 22 августа вы можете поучаствовать в акциях, связанных с праздником. Днем рождения игры World of Tanks. Исполняется игре 12 лет. И, соответственно, разработчики приготовили для нас довольно-таки неплохие подарки. И давайте разбираться, что именно можно будет получить. И как это вообще будет все работать. Ну, соответственно, все довольно просто. Разработчики внедрили в игру специальный магазин, где за специальные монеты ты сможешь себе приобрести разные ресурсы в зависимости от того, что тебе больше нужно. Но в первую очередь я прям настоятельно рекомендую приобретать боны. Потому что это самое ценное, что есть в этом магазине. Каждая ежедневная праздничная задача принесет вам 5 праздничных монет. А за выполнение каждой из серьезных праздничных задач вы получите 20 праздничных монет. Эти монеты можно обменять на боны, личные резервы, членов экипажа, дни танкового премиум-аккаунта, стилей, забавные элементы внешнего вида и другие ценные предметы в специальном разделе внутриигрового магазина. Соответственно, ну, все довольно-таки стандартно. Играете в рандоме, выполняете относительно несложные задачи и получаете за это призы. Почему именно стоит брать боны? Дело в том, что там вот 600 бон, но можно получить 5 раз по 600. То есть, в принципе, можно получить 3000 бон, что в целом довольно-таки, ну, неплохо. Это, конечно, не сверх большие призы, но боны, сами понимаете, это ценная валюта, которую очень сложно достать. И, соответственно, лучше, конечно, постараться, соответственно, брать их при первой же возможности. К тому же там, я думаю, задачи не будут сложными. Но также еще мне понравились вот такие вот замечательные декады. И тут у нас мышь всеми любимая, мышь-качок. И мышь, отдыхающая на пляже, тоже качковая его типа. И, соответственно, вы можете это все дело заполучить. Это, конечно, очень круто. Также, наконец-таки, разработчики сделали новый ангар, что очень приятно. Это у нас такой вот пляжик, пальмы. И, в общем, такой отдых на море. Что, конечно, многим знакомо, я думаю. И, опять-таки, весьма приятно будет. Ну и, конечно, разработчики все-таки, ну, пытаются какую-то атмосферу сделать, праздника. И, конечно, это тоже хорошо. Вы можете легко в ангаре найти вот такую цифру код 12. На нее нажимаете. И, соответственно, увидите там ряд разнообразных ЛБЗ. Вот такая вот мышь будет доступна вам. Сможете ее получить. Не знаю, как вам, мне прям очень захотелось получить мышь-качка, отдыхающую на пляже, себе в ангар наклеить на какой-нибудь танк. Например, на Маусе или еще куда-нибудь. В принципе, она много куда подойдет. Очень много тут разнообразных ЛБЗ. Ну, задачи типа заработать суммарно 5000 опыта за любое количество боев. Я так понимаю, это любого опыта. Если так, то не сложно, в принципе. Ну, вот самая сложная задача, дающая 20 монет, нанести 50 тысяч урона за любое количество боев. Ну, вот тут, конечно, придется немножечко попотеть. Нужна будет техника домажная, хорошо играть. И вы выполните это все дело. А также вот такие вот еще декады есть. Естественно, тут у нас дракон. Вы наверняка спросите, при чем тут дракон вообще? Ну, это, конечно, связано с Китаем, так как все-таки там дракон, это, может, такое сказать, ну, очень такой священный символ. В общем, это связано с тем, что разработчики продвигаются на китайском сервере. И, конечно, нам подарят премиум танк. Как я и говорил ранее, это Лагу М38. Конечно, многие наверняка ждали чего-то большего, но я сразу предупреждал всех, что будет всего лишь штанг третьего уровня. Но, тем не менее, не исключены какие-то еще сюрпризы. Пока что можно, я думаю, выполнять задачи и получать то, что есть. Вот, кстати, лимиты по наградам, то есть, сколько можно всего получить, ну, 2 до 10, естественно, и декады можно получить по разу. Ну, и цены. То есть, цена максимальная это 10 монет. это универсальное пособие 250 тысяч опыта. Ну, из-за боны, то есть, цена тут 6 монет, соответственно, 5 раз можно будет получить. То есть, 3000 бон всего можно будет получить, и это просто замечательно. Так что, рекомендую в первую очередь получать боны, а потом все остальное. Ну, конечно, дело выбора, дело вкуса, кому что, может быть, вам что-то другое более интересное. ну, вот я буду брать, например, бон. Ну, и также, друзья, еще одна новость, такая подоспелая, интересная, то, что внезапно разработчики пока что временно приостановили рассмотрение заявок с жалобами жалобами на неспортивное поведение. С чем это связано? Я думаю, просто разработчики сейчас, возможно, уже не справляются, потому что столько всего творится, то есть, возможно, просто хаос сейчас в игре, и пока что они не могут рассмотреть все эти заявки. Возможно, действительно, это так, учитывая, что год весьма неспокойный, и, возможно, некоторые игроки прям с ума сходят сейчас. Так что, ну, не удивляйтесь, если вы давно не играли и зайдете в рандом и увидите там полный хаос, да еще и не сможете никуда пожаловаться. Но, возможно, это временно. Посмотрим. Ну, и что, друзья, это все, что нас будет ждать. Неужели разработчики не запилы торговый караван, не обнеют боновый магазин и не запустят программу именно конструкторского бюро, где можно будет получить танк с номерком. Конечно же, нет, это этого не значит. Это вообще отдельная акция. Кстати, не такая уж и плохая, то, что можно будет получить боны и многое другое. Так что, я думаю, что как раз вы сможете воспользоваться всем этим и поднакопить ресурсов и торговый караван, как я говорил, он, скорее всего, будет в сентябре, так как это время обычно возврата игроков в игру, ноги как бы из отпуска как бы возвращаются и начинают больше проводить времени дома, за компом, играют и, соответственно, естественно, онлайн подрастает и под это дело разработчики, естественно, и запускают такие крупные акции, как торговый караван, поэтому у вас еще есть время для того, чтобы накопить ресурсы, это хорошо, потому что ресурсов потребуется невероятно много, вы даже себе представить не можете, умножьте то, что было, например, в конструкторском бюро примерно в 2-3 раза и вот столько ресурсов потребуется, так что копите. На этом все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, желаю вам удачи, пока.